Привет, друзья! С вами опять проект InDubai, с вами опять Азад И сегодня я расскажу вам про свои впечатления от Ирана Я был в столице Ирана, это город Тегеран И я расскажу вам по сравнению, ну, свои впечатления по сравнению с Дубаем То есть, приведу сравнение Итак, я летел в Тегеран из Киева, с Украины И летел авиакомпанией Taban Air Я не знаю, честно говоря, что это за авиакомпания Первый раз про такое услышал Ну, честно говоря, самолет был не Ахти Он был очень старый, вообще древний-древний самолет Очень грязный Естественно, ни о каких позитивных мыслях и речи не было в этом самолете Единственное, о чем я думал, это лишь бы просто долететь живым и здоровьем Из Киева до Тегерана, и все То есть, никакой речи не было о том, чтобы наслаждаться полетом И чувствовать себя в безопасности и в сохранности Одно радует, что в этом самолете кормили То есть, обед был включен в стоимость полета И даже кормили два раза Первый раз принесли молоко, булочку и такой омлетик небольшой Типа запеканки А второй раз принесли уже шоколадку, яблоко, какие-то там печеньки И вроде даже... И да, еще был сок и фисташки Но, к сожалению, качество пищи было так себе не очень Ну, зато рады, что хотя бы покормили В принципе, это тоже уже хорошо Взлет был не очень комфортный Самолет набирал высоту еле-еле, его сильно трясло Хотя, основания для этого я не вижу То есть, погода была вполне нормальная Никаких экстремальных условий не было Если сравнивать с компанией FlyDubai Кстати, я летал уже пять раз с авиакомпанией FlyDubai То все эти разы взлет происходил очень плавно и очень комфортно И никаких неприятных ощущений во время взлета не возникало После нескольких часов полета мы наконец-то добрались до Ирана Как вы видите, мы приземляемся сейчас в столице Ирана Это город Тегеран В принципе, посадка прошла успешно Довольно мягко приземлились Единственное то, что в аэропорту Тегерана Покрытие взлетно-посадочной полосы уже старое И оно все покрыто трещинами Поэтому, соответственно, немного потряхивает Когда уже самолет едет по самой полосе Естественно, в Дубае, например В дубайском аэропорту покрытие вообще идеально гладкое И когда едешь в самолете по взлетно-посадочной полосе Ничего не беспокоит, ничего не трясет Сразу хочу вас предупредить Когда вы прилетаете в Иран Прежде чем выходить из самолета в аэропорт Обязательно проверьте свой внешний вид Если вы девушка, женщина То обязательно у вас на голове должен быть надет платок Неважно, какой вы религия Какое вы расповедание Можете считать, что это такой дресс-код В Иране То есть не обязательно полностью там заматываться Платком закутываться Просто достаточно накинуть платок Главное, чтобы у вас затылочная часть головы была прикрыта Ну и само собой разумеется Что у вас должны быть закрыты руки И ноги тоже должны быть закрыты Кстати, это также относится к мужчинам Мужчинам тоже нельзя ходить в Иране с открытыми ногами И даже шорты нельзя носить мужчинам в Иране Если же вы прилетаете в Дубай То таких ограничений в Дубае нет То есть в принципе можно и без платка Выходить из самолета в аэропорт И вообще по городу передвигаться По Дубаю Можно также и в шортах мужчинам И женщинам в принципе тоже можно И вообще, кстати, Дубай Он очень такой лояльный город По отношению к туристам И в принципе туристам дозволено многое И требования к дресс-коду Тревования к одежде не такие строгие Например, как в том же Иране Сейчас вы видите, как мы едем из аэропорта в город Дороги, конечно, не идеальные Но все-таки гораздо лучше, чем в России Машины в Иране, как вы видите, довольно старенькие То есть это в основном автопром 90-х годов Очень мало новых машин Современных машин тоже немного И они стоят, кстати, там очень недешево Наверное, во многом это обусловлено Экономическими санкциями Может это обусловлено чем-то еще Я не знаю точно Если сравнить с Дубаем То, естественно, в Дубае машины все новые То есть очень мало старых машин в Дубае И, соответственно, очень много всяких Крутых, современных, дорогих, роскошных машин в Дубае Кстати, в Тегеране очень популярны мотоциклы Очень много людей ездит по городу на мотоциклах И еще Тегеран, он по размерам и по численности населения Очень близок к Москве То есть, в принципе, такой же, как и Москва И по размерам, и по населению Но в Москве я не видел такого большого количества мотоциклов, как в Тегеране Кстати, в Дубае тоже мотоциклы довольно популярны Но их в основном используют так называемые home delivery То есть это доставка еды, доставка пищи на дом Доставка продуктов питания И также различные курьерские службы тоже используют мотоциклы Хочу сказать несколько слов об отеле, в котором я останавливался Это был отель Homo Hotel Как вы видите, вот именно в этой комнате я останавливался То есть мне вообще отель очень понравился И комната тоже понравилась Там было абсолютно все необходимое То есть это чайник, сахар, там, не знаю, заварка ЖК-телевизор, весы Тапочки резиновые, тапочки обычные Крем для обуви, ложечка Ну, также, естественно, телефон Там блокнотик, ручка Пепельница, спички, салфетки Сейф В ванной там, соответственно, фен Зубные щетки, зубная паста Шампунь, мыло Там шапочки на голову Еще, кстати, в комнате также есть коран И коврик для молитвы И еще есть такой вот древний пульт управления кондиционером И мини-бар Ну, мини-бар такой скудненький был Но в любом случае им особо не пользовался Хочу еще предупредить вас о нескольких особенностях Связанных с иранскими отелями Во-первых, все отели сейчас в Иране находятся под государственным контролем И таких сетей, как Hilton, Sheraton Их там уже нету То есть, отели-то сами есть Просто их переименовали по-другому А вот самих этих брендов нету И забронировать отель, кстати, через booking.com Или там другие сайты Очень проблематично И я, кстати, не смог Пришлось звонить напрямую в отель И бронировать им непосредственно в самом отеле Во-вторых, на ресепшене у вас обязательно заберут документ Как правило, они забирают паспорт Поэтому, если вы боитесь, что Ну, не хотите оставлять паспорт на ресепшене Свой паспорт То тогда возьмите с собой водительские права Чтобы можно было оставить на ресепшене водительские права И в-третьих, сейчас В Иране идет дикая инфляция Местная валюта просто сильно обесценивается И поэтому отели тоже играют с ценами Например, вы можете забронировать отель по одной цене А потом, когда приедете, вам вдруг скажут Что, извините, цена изменилась Цена теперь другая Но в любом случае Вы настаиваете на той цене На которую вы изначально договаривались На той цене, по которой вы бронировали То есть, если настаивать на этой цене У меня тоже такая ситуация была То есть, я забронировал по одной цене А потом, когда приехал Они говорили заплатить подороже Но в итоге я настаивал на своей цене На той, которая была изначально Я сказал, что у меня больше нет денег Поэтому давайте По-хорошему я заплачу вам, сколько есть И я заплатил именно столько, сколько изначально было договорено В Дубае, конечно же, на этот счет все попроще То есть, вы можете забронировать буквально любой отель Через booking.com Или через другой специализированный сайт Также в дубайских отелях Не обязательно оставлять свой паспорт на ресепшене То есть, вам просто делают чек-ин И вы забираете свой паспорт И спокойно с ним ходите И также с ценами тоже там особо не играют в Дубае То есть, по такой цене, по которой вы забронировали По той же цене, соответственно, вы и будете жить в отеле Неприятных сюрпризов быть не должно И если даже вас будут в отеле что-то пытаться с вами как-то играть Я имею в виду пытаться надурить Вы просто сразу скажите, что сейчас пообратитесь в полицию И, как правило, это действует отрезвляюще на всех здесь в Дубае Теперь пора рассказать немного о самом городе О самом Тегеране Вообще, в целом, мне этот город очень понравился Он очень такой зеленый Очень много цветов, очень много деревьев, растений Очень много зеленых больших парков То есть, это все натурально Это все растет естественным путем Что еще? Этот город Тегеран находится у подножия горы Соответственно, открывается очень красивый вид на горы Можно также сходить, есть специальные ресторанчики у подножия горы Очень красивые, живописные места там тоже есть Вот, еще что мне понравилось в Тегеране Так это то, что там очень благоприятный климат То есть, очень хорошо В принципе, и тепло, довольно жарко Но, с другой стороны, не так душно, не так влажно, как в Дубае То есть, дышится вполне комфортно Единственный минус, то, что там довольно высокая загрязненность воздуха в Тегеране Наверное, это связано с тем, что, ну, во-первых, сам по себе город очень большой То есть, как я говорил ранее, население, как в Москве, точно такое же Ну, и, во-вторых, там очень много старых машин Видимо, они там коптят выхлопные газы У них там еще будь здоров, какие выходят Также я успел побывать в тегеранском метро Кстати, это метро запустили относительно недавно Вроде несколько лет назад Ну, по сравнению с дубайским метро, конечно, оно не такое шикарное Не такое красивое, не такое блестящее Но, в любом случае, мне оно понравилось То есть, нормальное, обычное метро И даже, кстати, гораздо лучше Гораздо больше оно мне понравилось, чем московское метро Кстати, в иранском метро Тоже есть специальные вагоны Только для женщин и детей И они расположены как в начале поезда Так и в конце поезда Что еще? Ну, поезда здесь не автоматизированы Не такие, как в Дубае То есть, они управляются машинистами Вот, эскалаторы есть Но тоже не везде То есть, если в Дубае вообще Как бы в каждой станции метро И эскалатор, и лифт То здесь, как правило, один какой-нибудь там Небольшой эскалатор, и все И основную дистанцию Проходится проходить пешком Вообще, у Ирана в целом Очень богатая культура То есть, когда вот приезжаешь в город Прямо сразу заметно, что вот Такое ощущение, что богатая культура То есть, это есть, это есть То есть, все там есть в Иране То есть, у них свои орехи Свои там овощи Свои фрукты Свои какие-то там ремесла Кстати, кожа там очень дешевая Очень хорошая в Иране Свои какие-то там посуды Свои промыслы То есть, это действительно заметно Сразу, когда приезжаешь То есть, прямо попадаешь в среду И понимаешь, что там Действительно культура своя Какая-то натуральная Богатая, древняя Ну и, наверное, вы знаете, что На самом деле, Иран это Раньше назывался Персией И сами иранцы, они называют себя персами И также язык, вот фарсия На котором они разговаривают Тоже, они называют его персидским языком Вообще, в целом, конечно Мне не хватило времени Просто все это узнать поглубже Посетить все места То есть, я был чисто по работе Чисто по делам А на самом деле, я бы очень хотел Вернуться в Иран уже как турист И недельки-две объездить прямо все места Потому что я был только в Тегеране И я там случайно встретился с одним гидом Он объяснил, что Тегеран На самом деле, ну, с точки зрения Как культурной достопримечательности С точки зрения туристической достопримечательности Он вообще, как бы, особой ценности не имеет Самые интересные места находятся В районе Шираза И еще где-то там Вот, поэтому я надеюсь, что вернусь в Иран Совсем скоро В качестве туриста И обязательно изучу его вдоль и поперек Уже более подробно Чисто для себя Для личного опыта Ну, что касается Эмиратов Как вы знаете, цивилизация в Эмиратах Относительно молодая Соответственно, культура еще Не особо сложившаяся Не особо богатая Но в любом случае тоже Сейчас правительство предпринимает Очень большие усилия Очень много вкладывает в то, чтобы Именно развивать культуру И чтобы просвещать людей О культуре Эмиратов К сожалению, в одном таком маленьком видео Невозможно рассказать Обо всем Иране Обо всем богатстве Обо всей культуре Обо всех впечатлениях На самом деле Я уехал оттуда С гораздо более глубокими С гораздо более сильными впечатлениями Но, к сожалению В одном таком видео Передать я не смогу вам Вот, поэтому я рекомендую вам Лично съездить в Иран И лично посетить Там самые интересные места Но хочу вас предупредить То есть там есть Определенные такие моменты Во-первых, вас могут там запросто надурить Запросто обмануть К несчастью, я тоже пострадал Немного Например, я хотел себе сделать визу В Иран туристическую И обратился на сайт Иранвиза.ком И подал заявку на визу Соответственно, со мной связались Попросили сделать оплату Я сделал оплату Через интернет Через пластиковую карту И потом началось, что Мы сейчас не можем открыть визу А давайте мы откроем визу позже А мне надо было ехать в командировку По делам Ну, то есть, и вот так вот Соответственно, визу они мне не открыли Деньги мне они не вернули И, как бы, остался я без визы То есть мне пришлось потом лететь Специально за визой в Москву В посольство Ирана в Москве И открывать визу именно в посольство Поэтому, если вы хотите себе открыть визу в Иран Ни в коем случае не обращайтесь во всякие фирмы иранские А именно обращайтесь напрямую в посольство И вообще, когда будете иметь дело с иранцами Ну, это те люди, которых вы, например, лично не знаете Которые вам посторонние То есть, ни в коем случае не давайте никаких денег авансам Ни в коем случае не платите деньги вперед Ни в коем случае не соглашайтесь Они вам будут говорить Давайте сначала деньги Утром деньги, вечером стулья Будут обещать Будут клясться там Не знаю, все что угодно А потом ничего не сделают И деньги вам не вернут Поэтому только сначала стулья А потом уже деньги Учите это обязательно И будьте очень осторожны Ну вот, я опять нахожусь в аэропорту Тегерана Я улетаю с Тегерана в Дубай Кстати, я полечу авиакомпании Emirates Но про авиакомпанию Emirates я расскажу чуть позже А пока я хочу вам рассказать про аэропорт Вообще, в Тегеране есть несколько аэропортов Но международный рейс выполняет только один аэропорт Это аэропорт имени Мамы Хамени И вот сейчас вы его здесь можете видеть В целом мне аэропорт очень понравился То есть он довольно-таки компактный И в нем внутри все есть Абсолютно что надо То есть, во-первых, это дьюти-фри Довольно-таки большой И с довольно хороший выбор товаров И кожа есть, и парфюмерия И опять же, игрушки, и сладости Ну все, что захотите, короче Все, что пожелаете Вот, еще там очень удобный зал ожидания Уже в зоне вылета есть И опять же, например, он очень хорошо приспособлен для инвалидов То есть есть специальный, прям, паспорт для контроля специально для инвалидов И инвалидам уделяется в аэропорту Тегерана повышенное внимание Ну вот, как вы видите, самолет уже прилетел из Дубая Сейчас оттуда высадят пассажиров И минут через 30-40 объявят посадку для нас И мы уже полетим из Тегерана в Дубай Насколько вы помните, я лечу из Тегерана в Дубай Авиакомпании Emirates И это тоже дубайская авиакомпания То есть в Дубае есть две авиакомпании Одна это Fly Dubai, а вторая Emirates И, кстати сказать, Emirates, она довольно известная авиакомпания И она славится тем, что выполняет такие рейсы довольно далекие То есть, например, из Дубая и в Нью-Йорк летает И в Австралию летает И также в их самолетах не только эконом-класс есть Но еще есть и бизнес-класс И также есть первый класс Кстати, моя жена летала авиакомпанией Emirates четыре раза И вообще авиакомпанией в целом она осталась очень довольна Ну вот, я нахожусь уже внутри самолета Как вы видите, салон очень просторный, очень хороший Современный, оснащенный как положено Есть развлекательная система Все, что необходимо, есть Есть всякие удобные крючочки, куда можно повесить вещи Есть специальный подстаканник Есть столик для еды Но, к сожалению, самолет, на котором летел я Он был довольно-таки, опять же, почему-то старенький Я не знаю, может быть, в Иран вообще все отправляют старые самолеты Что-то я не знаю Но он был как бы не новый И был немного грязноватый В этом самолете мне очень понравились кармашки Они очень удобные В них есть специальные журналы, буклеты есть Также есть памятка на случай аварии Также есть очень удобные там кармашки Куда можно положить телефон Куда можно положить планшетник Еще, кстати, очень мне понравилось Есть удобные специальные наклеечки То есть, прошу не беспокоить Прошу разбудить меня на обед И прошу разбудить меня на продажу товаров Duty Free То есть, просто берешь эту наклеечку И наклеиваешь себе на сиденье И, соответственно, когда стюардессы проходят мимо тебя Они видят, когда тебя беспокоят, когда не беспокоят Мне очень понравилась Очень интересная идея Отдельного внимания заслуживает Развлекательная система На борту самолета То есть, это даже целый такой мультимедийный комплекс Со специальным ЖК-экраном Со специальным пультом На котором, опять же, есть все кнопки Для выбора каналов Для переключения там разных функций Также с этого пульта можно звонить То есть, пользоваться как телефоном И еще есть специальные разъемы Для пластиковой карты Чтобы можно было оплачивать какие-то услуги Но, честно говоря, мне эта система Показалась довольно сложной То есть, это на самом деле Там есть специальный даже журнал Где написано, как в ней разобраться Как выбрать каналы То есть, я так и не понял, на самом деле Как посмотреть какой-то специальный конкретный фильм Там этого непонятно То есть, как я понял Там система как в телевизоре То есть, там есть несколько каналов Которые вещаются на самолете И ты можешь выбрать какой-то канал И, соответственно Вот что сейчас покажут по каналу То ты и можешь смотреть А если надо какой-то специальный фильм Какой-то отдельный фильм посмотреть Там поставить его на паузу Там перемотать назад Такой функции я не нашел И, в принципе, не стал разбираться Потому что, действительно, там это как-то все сложно Мне показалось Но в любом случае система меня впечатлила То есть даже можно там смотреть камеру Например впереди самолета камера Там сзади самолета камера Внизу самолета камера То есть можно смотреть везде вокруг Также в комплекте естественно есть наушники Эти наушники являются собственностью авиакомпании Emirates И их выносить с самолета нельзя О чем написано соответствующее предупреждение Теперь АЕЕ В самолетах Emirates к счастью кормят Еда включена в стоимость билета И соответственно еда там очень хорошая Мне очень понравилась То есть это и горячее с мясом Либо с рыбой там на выбор Это и салат И это и десерт какой-то сладкий И масло Также водичка там Напитки Какие-то там булочки Хлеб, печеньки То есть ассортимент довольно большой И качество еды довольно хорошее То есть еда вкусная Также мне еще понравилось в Emirates То что там нормальные ложки, вилки Железные А не пластика как это обычно делается Еще хочу несколько слов добавить О персонале О бортпроводниках Emirates Во-первых, мне очень понравилась их униформа Она выглядит очень красиво и благородно И действительно очень приятно смотреть на бортпроводников Но чего я не понял и что мне не понравилось Так это то, что они не всем пассажирам уделяли должное внимание То есть я сидел возле окошка А человек, который сидел рядом со мной Соответственно он был возле прохода И ему уделяли больше внимания То есть у него спрашивали Вам с мясом, вам с рыбой Например, когда обед приносили Ему там спрашивали еще какие напитки хотите, не хотите Это будете, это не будете А у меня особо ничего не спрашивали Мне просто там что-то дали, всучили и как бы пошли дальше Я не понял, чем это было связано Может быть это было связано тем, что он просто сидел возле прохода Либо может быть было связано, что у него билет какой-то был особенный Что у него там какой-то дополнительный пакет был приобретен Я не знаю, но в любом случае мы летим одним классом Если мы летим одним классом, если мы сидим рядом Ну я считаю, что внимание пассажирам должно уделяться одинаковое То есть либо одинаково плохое, либо одинаково хорошее А не так, что, например, соседу хорошее внимание А мне плохое внимание Ну ладно, это мелочи Самое главное, что в целом я остался доволен Ну вот и все Мы прилетели в Дубай Уже заходим на посадку Как вы можете видеть И, кстати, в дневное время прилетать в Дубай Мне не особо понравилось, честно говоря Ночью мне больше нравится прилетать Потому что он весь такой красивый Все так светит, все так сверкает Все блестит Прямо кажется, что как будто Золотые украшения какие-то Золотые разбросаны на земле, да Под тобой, когда ты приземляешься на самолете А днем, к сожалению, это просто голая пустыня Ну, видно там дома, виллы какие-то Но все равно это не так красиво, как ночью Ну вот, друзья, на этом и все Я попытался рассказать все как-то в более сжатой форме Основные моменты, я надеюсь, я до вас донес С вами был Азат Специально для проекта Индубай Очень было приятно подготовить для вас это видео Подписывайтесь на канал Индубай Оставайтесь с нами До скорых встреч Всем пока-пока